Выше и краше гор могут быть только горы. Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы смотрите программу «На самом деле» и ее ведущий Шудин Сейдов. Мы сейчас находимся в необычайно красивом месте, в ущелье Бургулюк, где собралась молодежь со всего региона нашей области. Здесь проходит фестиваль необычный, Тауфест называется. Здесь обучают тому, что связано с туризмом. Живут ребята в полевых условиях, поставили свои же палатки, кушают там же. Ну а как научиться туризму и как себя вести в горах? Этого мы сейчас постараемся вместе с вами научиться. Первым делом, когда ты отправляешься в поход, нужно уметь поставить палатку. Те, кто уже профи в этом деле, ставят ее за три минуты. А если не торопясь, то минут за десять. Мы решили узнать у группы из Тюлькубасского района, как они готовятся к походу. В команде пять человек, самому младшему десять. Теоретически они хорошо подготовлены и много чего уже знают. И про то, как ставить палатку, тоже. Главное знать технику безопасности, быть на чеку и не отдаляться от группы. А расположиться можно в любом месте. Поставить палатку нужно учитывая еще откуда дует ветер, чтобы при сильном шторме не сорвало. Сами понимаете, здесь каждая мелочь может быть важна. Идем дальше. Про палатку мы узнали. А теперь нужно научиться правильно ложиться в спальный мешок. Мне удалось попасть в гости к ребятам, как раз, когда они решили подкрепиться, чтобы набраться сил перед нелегким походом. Главная задача, мне нужно расстелить... Как его называют? Каремат. Открыть спальный мешок и лечь в него. Итак, все? Поехали. А, вообще, где все таки? Надеюсь, толстые. Подожди. Тяжите верно кулачки. Ваня, я не знаю. Продолжение, дорогой. Продолжение, дорогой. Все? Все? Сколько секунд? 50 на секунду. 50 на секунду? Хороший результат для вас. Как новичок, да? Ну все, я буду спать. Ну вот и настал долгожданный момент. Мы отправляемся в поход. Наш путь в ущелье Бургулюк, вблизи горы Галкино. Там нам придется полазить по скалам. Итак, вперед! Музыка. 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 Вкусно. Музыка. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Которые... что-то не видно... Ау! Мы, по-моему, реально заблудились. Ау! Выше горы могут быть только горы. По горным дорогам, по горным дорогам иду я машину свою. Но, к сожалению, машины у меня нет. У нас, вернее. Идем мы пешком. Но все равно дойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Цифра один. Надеюсь, что это писали не древнегреческие люди из мифологии. Все, идем дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, мы все-таки сделали это. Мы дошли до цели, отогнали участников. Вот здесь и идет сейчас соревнование по скалолазанию. Сами наблюдаете, как два молодых человека, кстати, одна девушка из них, сбираются на скалу. Нужно отметить, что это ребята неподготовленные специальные инструкторы. Провели для них мастер-класс. И сейчас помогают им забраться на эту скалу. А до этого ребята обучались еще в городе. Для них также проводили уроки по скалолазанию. Давайте посмотрим, как идет сам процесс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хайрат Аббасов из Сайрамского района в свои 18 лет решил попробовать свои силы и принять участие в конкурсе. Но сначала он прошел мастер-класс у опытных инструкторов. Учеником Хайрат оказался способным. За полторы минуты он забрался на скалу высотой в 15 метров. Я с детства хотел стать туристами, сейчас решил принять участие. Гора эта для меня сложная, здесь мало подхватов, поэтому время затянул. Надеюсь, на следующем фестивале займу первое место. Ну вот и все. Первый день на фестивале Тауфест прошел. Впереди отдых и отбой. Так, стоп. Чуть не забыл. А как же дискотека? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй день фестиваля Тауфест. Раннее утро. После завтрака ребята собираются на экстремальный забег с преодолением препятствий. Первыми готовятся участники из Сайрама. В команде 4 человека. Задача сложная. Нужно пройти через воду и пройти по натянутому тросу. И все это за определенное время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Фестиваль Тауфест приготовил для участников не только разные конкурсы. Здесь их учат жить в полевых условиях. Объясняют, как вести себя во время похода. Если конструктивно рассматривать, то вообще идея таких фестивалей очень хорошая. Но вот программа, структура и содержание немного неорганизована. Может быть, потому что не те люди организовывали. Может быть, потому что этих людей, каких-то экспертов или специалистов в этом не хватает. Допустим, на мой взгляд, мне бы хотелось увидеть семинары, как разжечь огонь без спичек, да, как действовать в случаях, если тебя укусила змея. То есть, ну, вот такие семинары были бы гораздо полезнее нашей молодежи узнать, да. С начала этого года нашу область посетили более 10 тысяч туристов. Для всех готовы туристические маршруты. Расписаны походы. Наш регион является одним из самых привлекательных в стране с точки зрения туризма. Здесь много красивых мест. Одно из них – ущелье Бургулюк, где и прошел фестиваль. После активного и проведенного дня – песни под гитару. И, конечно же, снова дискотека. Фестиваль Тауфест завершился. В следующем году организаторы планируют привлечь еще больше народов и провести еще больше соревнований и походов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова